Привет, друзья, это 5 элементов, меня зовут Денис, я веду этот YouTube канал уже 4,5 года и иногда создается впечатление, что все смартфоны на одно лицо. Сегодня будут как раз-таки 3 смартфона от компании Vivo, которые меня по-своему понемножечку кое-где удивили. В общем, будет приятно, я думаю, что вам посмотрите. Итак, друзья, сегодня у нас линейка V на обзоре, V25, если быть точным, V25E, V25 и V25 Pro с одним секретиком. А каким? Посмотрите дальше, приятного просмотра. Итак, начнем с комплекта, быстренько для вас их распаковали и стоит сказать, что V25E и V25 фактически во всем, да, практически во всем, начиная от комплекта и заканчивая своими телефонами, это братья-близнецы и есть некоторые все-таки отличия, но и комплектация у них как раз-таки одинаковая. Это два вот таких больших блока по 44 Вт, поддерживается Flash Charge, фирменный протокол зарядки Vivo, есть USB Type-C кабеля, есть SIM-скрепки, вот они вот так выглядят. Также у нас есть еще из интересного, это, конечно же, гарнитуры, приятно, у нас есть чехлы, вот такие обычные силиконовые базовые, как вы можете понять, я так понимаю, что они даже, наверное, взаимозаменяемы практически. И самое интересное, это то, что еще есть переходник с Type-C разъема на 3,5 джек. Стоит сказать, что в смартфонах как раз-таки 3,5 джека логично нет. А чем отличается V25 Pro, который у нас вот здесь находится? Двумя вещами. Первое, это то, что здесь у нас утолщенный USB Type-C кабель для лучшей проводимости, а второе, это блок питания, который на процентов 15, может быть, 10 больше, чем вот предыдущие блоки, и с помощью которого смартфон поддерживает зарядку быструю в 66 ватт, но на самом блоке питания написано, что данный блок поддерживает еще мощность в 80 ватт. Естественно, протокол Flash Charge от Vivo, он здесь поддерживает. Ну и сами телефончики, три у меня в руках, V25 Pro, V25 и V25E. Ну, как вы можете понять, я уже так говорил, в принципе, что V25 и V25E, это братья-близнецы. На самом деле, я смог найти различия только по шлифованным пластиковым граням. Полное осознание того, что здесь вот, знаете, глянцевые грани, как на iPhone 12, 13, 14, очень похожи, но они все-таки здесь пластиковые. И оба смартфона имеют матовое стекло, в данном случае у нас вот с таким градиентом квадратненьким, интересным, прикольным, и рубленые грани. На самом деле, смартфоны выглядят очень классно, свежо. Мне даже немножко, немножко по внешности нравятся вот эти два смартфона больше, чем вот этот вот. Ну, это как бы личное такое мне впечатление. А так, на самом деле, выглядит очень прикольно. Пластиковые грани, стеклянный задник матовый, который, кстати, не очень сильно пачкается. Блоки камер заляпываются, потому что там глянцевое стекло. А вот как бы я не марал вот саму крышку, знаете, отпечатков не остается. Ну, еще эти два смартфона имеют сим-слоты на нижней грани и поддерживают. Они гибридный вариант. Либо же две наносимки, либо же одну флешку и одну наносимку можно поставить. Что же нам говорить про V25 Pro? Да простит меня компания Vivo. Мне вот смартфон концептуально, он, во-первых, довольно аутентичный. Он со скошными гранями, но такие решения мы уже видели с вами в Honor, Huawei и так далее. И даже в Vivo мы это видели. Ну, короче, с точки зрения, как он воспринимается в руке, он воспринимается прикольно. За счет этих скошеных грани он кажется тоньше. Вообще, как бы смотрится дорого, элегантно в руке. В общем, на любителя напишите в комментариях, что вам нравится больше. Рубленные грани, либо же вот такие скошенные. А сзади у нас матовое вот такое стекло, которое тоже особо не пачкается, но с одним небольшим нюансиком-фишечкой. И эти смартфоны в других цветах. И вот этот смартфон поддерживает специальную фичу, которая называется фотохромное стекло. Что это такое? Под воздействием ультрафиолетового излучения, либо же, как мы выяснили, вообще в целом излучение, данная крышка может менять цвет. Вот от такого голубого в холодном варианте, назовем так, до какого-то такого синего, если на него подействует свет. Мы это протестировали с помощью вспышки на телефоне. А так, по-хорошему, сам этот эффект очень прикольно держится, ну, порядка нескольких минут. То есть вы можете сюда, допустим, или наклеить и положить какой-то трафарет, под фонариком какие-нибудь себе сделать, нарисовать какой-то рисуночек и несколько минут походить. С точки зрения, нужно ли это вообще, я вам так скажу, как, опять же, человек, который практически 5 лет ведет этот канал, который много чего видел, которому много чего уже успело приесться. Для меня эта фишка, ну, почему нет, пускай будет. Если же мы, конечно, выйдем сейчас на пасмурную Минскую улицу, то цвет он не поменяет. А летом, вот интересно было протестировать, будет интересно. А вот, например, V25E имеет цвет, который называется «Восход солнца». И вот там переливается из такого желтого в оранжевый. Вот это, мне кажется, еще больше прикольно. В общем, опять же, напишите, как вам вот эта фишка. Конечно, тут нужно понимать, что большинство из нас ходит в чехлах. Возможно, просто эта фича просто не будет иметь смысла. Но, опять же, напишите, будет интересно почитать ваше мнение. Как по мне, как задумка. Почему нет? Очень прикольно. А что же еще касается V25 Pro, это то, что здесь у нас также есть сим-слот, но он у нас уже не гибридный, он у нас полноценный на две наносимки, потому что флешку сюда поставить нельзя. Что же касается V25 и V25E, опять же, это братья-белизнецы. Как вы можете видеть, и вырез капля. Экран здесь AMOLED на 6,44 дюйма. Классная яркость, на самом деле. Экраны очень здоровские. Едва зеленят под углами и смотрится круто. Во-первых, еще поддерживается частота обновления в 90 Гц. В общем, очень приятно. Ну и пиковая яркость, кстати, здесь такая же, как и в V25 Pro. 1300 нит на максимум, поддерживается HDR10. Все вот эти навороты модные, вы все прекрасно знаете. Ну а что же касается V25 Pro, то здесь экран немножко побольше, на 6,56 дюймов. Здесь у нас вырез не капля, а просто, скажем так, круглый вырез. Тоже матрица AMOLED, тоже 1300 пиковая яркость в нитах. Частота обновления уже не 90 Гц, а 120. Контент выглядит еще плавнее. Естественно, всех трех телефонах вы можете понизить частоту обновления, если вам это требуется. Ну а что здесь еще есть, помимо темной темы, которая есть во всех трех смартфонах, это специальная функция, которая называется визуальное улучшение. На некоторых приложениях оно должно работать. Например, на YouTube, либо же Netflix. То есть вы включаете эту вещь, увеличивается энергопотребление, но картинка становится еще более насыщенной. Если напрямую смотреть на два экрана, я не знаю, видите вы разницу или нет. Как по мне, в фронтальном, скажем так, выражении разницы нет. Если же вы смотрите под углами на смартфон, то, как мне кажется, менее зеленый экран у 25 и 25е модели. 25 Pro все-таки немножко более зеленая. И теперь настало время поговорить про софт и фишечки. И давайте будем разговаривать на примере смартфона V25 Pro от компании Vivo. Итак, фирмная оболочка Funtouch OS 12 версии. Если вы смотрели наши предыдущие ролики, я вам говорю, что это действительно так, Funtouch OS веселое касание. Короче, действительно так и есть. Сама система довольно яркая, пестрая, но мне кажется, что с течением времени компания Vivo ее как бы причесала и смотрится уже все не так оляписно. К сожалению, раньше, или к счастью, может быть, раньше было так немножко. Сейчас выглядит действительно так. Прикольно, минималистично, ничего лишнего. Сочетается как Material Design, так и, назовем это условно, с киоморфизм, как раньше было в Apple. Есть какие-то объемные детали с таким градиентом, с переливами, но, опять же, кому как, опять же, напишите в комментариях. Так вот, давайте пробежимся по фишечкам. Мы с вами сейчас находимся на главном экране. Если мы с вами сделаем свайп влево, то мы переключаемся с вами в Jovey Home пространство, где вы можете отслеживать активность, ставить новые темы. Если вы хотите, можете переключиться на гугловскую ленту новостей. Если вы находитесь на главном экране и смахиваете вниз, то открывается глобальный поиск. Если же вы хотите открыть панель управления, вам нужно сделать смах сверху вниз. То есть, с любой точки экрана панель управления не вызывается. Панель многозадачности вы можете вызывать по свайпу снизу вверх и задерживанием, ну, как классический вариант. Кстати, вы можете управлять телефоном и с классическими кнопками навигации, как хотите. Так вот, что мне очень понравилось, то, что вы можете здесь делать как плиточный интерфейс, чтобы видеть в приложении, так и классическую такую ленту. Если вы хотите, допустим, запустить, например, браузер в вашем мини-окошке, разделенном на два экрана, это можно сделать через соответствующую кнопку. Нажимаем и разделяем экран, и параллельно можно включить еще, допустим, приложение YouTube. Например, дальше, если сделать долгое нажатие на экран, открывается меню, допустим, выбора виджетов. Здесь это тоже можно сделать, и выбрать, которое вам, допустим, хочется. Например, я уже поставил очистка и ускорение, и могу поставить еще вот такой аудиоплеер. Выглядит, кстати, в отличие от обычных иконок, опять же, не плоский десайн, он немножко такой выпуклый. Кому как нравится, опять же, напишите в комментариях. Можно, в принципе, запустить какую-то фишку, которую вы больше всего хотите. И теперь мы с вами переходим в меню. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Вообще, у компании Viva и у большого концерна BBK большой упор делается на динамические эффекты при различных действиях. Мы сейчас переходим в соответствующую вкладку меню. Динамические эффекты улучшения, фоны погоды, эффекты окружающего света, анимация перехода на классическом главном экране. Боже мой. Что еще? Анимация открытия главного экрана. Вы можете видеть, что различные анимации есть. Анимация значка отпечатков пальцев. Но это, конечно, очень прикольно. В общем, есть всякие штуки, которыми можно поиграться и кастомизировать свой смартфон. Почему бы и нет? Доступен ультра-игровой режим. Есть боковая панель, когда вы запускаете какие-то игры. Есть киберспортивный режим, что вас никто ни на что не отвлекал, и производительность была оптимизирована. Улучшение изображения орлиных глаз, зонирование тонов, улучшение цвета и так далее. В общем, большой, такой вариативный пункт с ультра-игровым режимом. Что же касается специальных возможностей, пункт, на котором я делаю всегда отдельный акцент, это супер-скриншот. Вы можете видеть, тремя пальчиками проводите и делайте скриншот. Умное разделение тоже можно включить по этому же движению. Умное движение. Включение и отключение умного экрана, например, поднять телефон для включения дисплея. Почему бы и нет? Любимая фишечка во всех смартфонах Vivo это встряхните телефон, чтобы включить фонарик. Допустим, телефон заблокирован включенным экраном, и вы потрясете, и тогда включается вспышка. Также можно запрограммировать некоторые пресеты на нажатие физических клавиш. Например, на быстрое действие можно включить что-то. Например, если вы долго нажимаете кнопку уменьшения громкости, то можно запустить некоторые приложения, которые вы хотите по умолчанию доступен на диктофон, камера, фейсбук и так далее. Или же можно открыть приложение, которое вы хотите. То же самое можно сделать с кнопкой питания. Красивое лицо при видеозвонке. Это если у вас установлены некоторые мессенджеры, видео, например, там, в WhatsApp, например, и он ретуширует ваше лицо время звонка. Почему бы и нет? Ну и доступен режим управления одной рукой. Давайте я вам постараюсь сейчас его продемонстрировать, как он включается. Вот таким образом и здесь можно работать и, допустим, уже расширить, если вам это необходимо. Что же она скрывается в панели управления? Давайте же быстренько и посмотрим, что у нас здесь доступно из интересного. Тра-та-та, супер-скриншот, вибрация. Кстати, вибрация очень прикольная на V25 Pro конкретно. Режим энергосбережения, разделенный экран, обмен с окружением, включение NFC, игровой режим, умное дублирование, Vivo Share, аналог AirDrop от компании Vivo и так далее. В принципе, все. Что же касается быстродействия конкретно вот этого телефона с этой системой, да вообще в целом линейке V25, то все работает очень быстро, плавно. Никаких проблем с производительностью у меня не было. Собственно говоря, к производительности давайте и перейдем. Итак, о производительности. Все три смартфона имеют на своем борту разные процессоры. Давайте про это и поговорим. V25E, который у меня вот тут в этой руке, он имеет процессор Helio G99 от MTK и 8 гигабайт оперативной памяти, плюс 8 гигабайт вы еще можете добавить за счет постоянной памяти. Неплохо. Здесь по оперативке точно такая же история, но установлен процессор от компании MTK, который называется Dimensity 900. Ну и в версии V25 Pro у нас тоже MTK-шный процессор, который называется Dimensity 1300 и 12 гигабайт оперативной памяти, плюс 8 гигабайт оперативной памяти вы можете добавить за счет постоянного хранилища. Вот так вот. Можно сказать 20 гигов оперативки. Как вам такое? И что вся эта производительность нам дает в синтетике? Давайте пробежимся. В тесте Antutu даже вот условно говоря, самый младший V25E набирает 380 тысяч очков. Уже неплохо, скажете. V25 набирает 472 тысячи и V25 Pro от компании Viva 708 тысяч. Это более чем за глаза, согласитесь. Все игры на максималках с максимальным уровнем плавности и так далее поддерживаются. Все классно идет. И должен еще отметить, что все три телефона я проюзал в Call of Duty Mobile, они не очень сильно нагреваются, что очень приятно. В тесте на троттлинг есть некоторое различие. Все смартфоны V25 и V25E плюс-минус показали один и тот же результат. V25E у нас бросил 14%, а V25 всего лишь 7%. Самый большой троттлинг был замечен на V25 Pro. 78% от максимальной емкости осталось процессора после нашего теста. То есть он скинул 22% мощности. Разницу баллов в Geekbench 5 вы сейчас можете видеть на экране. И для количества еще сделали вам тест, GFX Bench тоже можете видеть на экране. Что же касается емкости батареи, то на V25E и V25 она составляет 4500 мАч. А на V25 Pro емкость батареи составляет 4830 мАч. Что нам это дает в плане активности дисплея? На V25 Pro эта цифра составляет 8 часов. То есть это по-хорошему день и плюс еще немножко. И вообще, если вы смотрите наши ролики, то должны знать, что если показатель выше 6 часов, то, как правило, это all-day смартфон. Если ниже, то плохо. Результаты тестов вы можете сейчас видеть на экране. И сейчас мы переходим к блоку камер. Тут есть что обсудить. Ведь и V25 и V25E как раз таки в этом показателе очень сильно отличаются. Вот смотрите сами. Во-первых, это два основных сенсора по 64 мегапикселя. В V25 Pro тоже основной сенсор на 64 мегапикселя, но отличается немножко набор камер. Так вот, в V25E у нас два топливных сенсора. Один на боке, другой на макрокадры. Здесь же в V25 у нас, во-первых, есть основной сенсор и два дополнительных. Один сверширик и другой макросенсор. Как вы можете понять, ну, опять же, по моему опыту, сверширик все-таки это более приятная штука, чем дополнительный сенсор, допустим, глубины или глубокие. В V25 Pro тоже набор основного сенсора на 64 мегапикселя, 8 мегапиксельный сверширик и есть еще 2 мегапиксельный макросенсор. И вроде кажется, что V25 Pro должен быть самым жирным, самым производительным, самым камерафонистым, но тут есть маленький нюанс. Он кроется в селфи-камере. В этих двух смартфонах, вот в этих вот двух, есть автофокус на селфи-камере. Это раз. В смартфоне V25E у нас автофокуса на селфи-камере нет. Но что еще отроднит эти два смартфона, то что эти два смартфона с селфи-камерой могут писать видео в 1080p. При этом V25 имеет 50, внимание, 50-мегапиксельный селфи-модуль, который позволяет нам снимать видео, мало того, что с автофокусом, так еще и в 4К 60 кадров. Пример вы сейчас сможете скоро увидеть, но, в общем, это интересное такое отличие. Условно говоря, среднего смартфона среди этих трех, но здесь вот селфи-камера прям для блогеров-тиктокеров. Это у нас фронтальная камера смартфона Vivo V25E, пишем в Full HD 30 кадров, звук, как вам, напишите. Теперь это Vivo V25, пишем в 4К, 4К, есть еще автофокус, как вам. А это Vivo V25 Pro, опять Full HD, но с автофокусом, как вам, напишите. Начнем с пары обычных снимков на фотографии дерева. Самая натуральная фотография получилась на V25 Pro. V25, конечно, красиво приукрасил и общую насыщенность, и небо сделал более голубым, а V25E как будто бы немного переэкспонировал фотографии. Еще одна базовая фотография с цветочками. Картина, в принципе, такая же самая. Самый сочный и насыщенный кадр получился на V25, но на V25 Pro, опять же, немножко притушено, немножко меньше экспозиции, но более натуральный кадр получился. V25E ближе к V25, нежели к V25 Pro. Ночное фото, все три смартфона мне на самом деле понравились. Есть некоторые различия, и я бы отдал свое предпочтение в пользу V25 Pro. Во-первых, более черное небо. Во-вторых, очень красиво свет отражается от мокрой плитки. V25E чуть-чуть задрал экспозицию, но все равно смотрится очень неплохо. Ну, а V25 что-то среднее. Обращу ваше внимание, что на V25 и V25 Pro есть сверхширокоугольная камера. И ситуация очень похожа. Более натуральные снимки получаются на V25 Pro, но V25 немножко их и бьютифицирует. Получается более насыщенное небо и более насыщенный кадр. Кому что больше нравится, напишите в комментах. Ну и селфи. И вот тут, как по мне, конечно, выигрывает V25 в одну калитку, потому что у него и сильнее фотосенсор, и есть еще автофокус. На V25 Pro тоже есть автофокус, и это видно, если мы приблизим кадр. Хотя, должен признать, что и на V25E тоже получается классная фотография с точки зрения резкости. Но общая картинка, как по мне, все равно за V25. Ну и видео V25 Pro и V25 пишут видео в 4K, V25E Full HD. Тряски не сильно много видно, хотя есть некоторые подергни по углам кадра в V25E и V25. V25 Pro в этом плане выглядит молодцом. Ну и давайте я расскажу вам про приложение камеры на примере V25 Pro. Давайте начнем. Итак, это стандартная карусель из режимов. Здесь можно увеличивать, делать двукратное увеличение, либо же переключаться сразу же на сверхширик. Отсюда же можно переключиться на супер макро, чтобы, допустим, нашу лего машинку, либо же наш фикус чуть поближе подснять. Далее вкладка видео. И что здесь у нас есть? Во-первых, это цветовые пресеты. Во-вторых, это бьютификация. Также в режиме видео доступна специальная стабилизация. Есть стандартная стабилизация, есть супер стабилизация, которая нам разрешает снимать. Ну-ка, интересно, разрешит или нет? Да, стандартная стабилизация доступна только на 1080p. Если же хотите со стандартной снимать, можно тогда уже поснимать и в 4К 60 кадров. Есть раздел еще с включением 64 мегапикселей, панорама, живое фото, замедленная съемка, интервальное, профи, стикеры дополненной реальности, фильм для влога, режим про-спортивный, долгая выдержка, сочетание двух. Ну-ка, сочетание двух. Я так понимаю, что вау, можно снимать в режиме двойной экспозиции, я так понимаю, да? То есть, допустим, я на себя навел, вот так вот щелкнул, и я получился на таком красивом кадре с девочкой на фоне. Интересно, прикольное решение. Ну и сразу здесь по умолчанию доступно несколько таких фотографий, я так понимаю, что вы можете поставить, какую хотите. Вот я, допустим, с космосом такой загадочный получился. Интересно. Ну и есть ночной режим, как вы могли видеть в фототесте, я очень его заценил конкретно на V25 Pro, но это еще не все. Есть селфи ночной режим, это тоже интересно, тоже про него я вам уже сказал. И есть еще парочка любопытных режимов, это долгая выдержка, по которой вы можете снимать, как красиво по ночной дороге проносятся машины. Есть ночная панорама режим, ну, соответственно, есть шестеренка, которая позволяет в том или ином режиме что-то под себя подстроить. Ну и в концовке наших роликов мы тестируем звук, у нас сразу три телефона. Давайте послушаем, как они звучат. Скажу сразу, что у всех троих телефонов монодинамик, не два. Давайте послушаем. V25E. V25. Ну, как будто нет разницы. V25 Probe. Вот тут низ поуверенней, мне кажется. Но в целом для одного динамика звучит очень громко. Ну что ж, давайте подведем некоторые итоги по трем смартфонам. Очень сложно будет выделять плюсы, минусы какие-либо. Что бы мне вообще во все три смартфона хотелось бы добавить, ну, пожалуй, конкретную прописанную влагозащиту, там, какой-нибудь IP68, например, все-таки флагманская линейка у нас здесь. Хотелось бы еще добавить второй динамик, хотя должен сказать, что мне кажется, что даже один динамик во всех трех смартфонах звучит довольно громко. В целом придаться к чему-то, ну, лично мне сложновато, потому что действительно достойно смартфоны появились. Может быть, добавить сюда бы еще какую-нибудь беспроводную зарядку, вот эти все мелочи, но, как бы, я лично не пользуюсь. Пользуетесь ли вы, напишите в комментариях, будет приятно посчитать, может быть, для вас это важно. Во всем остальном, это смартфоны, которые имеют классные экраны, неплохие камеры, V25 вообще селфи снимает в 4К 60 кадров с автофокусом, вообще шикарно, поэтому каждый для себя придумает какое-то применение точно. V25 Pro с вот этим цветом интересным, который еще меняется под воздействием солнечных лучей, тоже выглядит интересно, свежо, опять же, как вам эта фишка, напишите в комментариях. И скажу так, что у меня смартфоны Vivo, особенно такие флагманские, либо постфлагманские, всегда приятно держать какими-то нестандартными ходами и фишечками, опять же, это что-то свежее, что-то новенькое, это очень круто. Что вы думаете про эти смартфоны, обязательно напишите в комментариях, напишите, какой бы вы выбрали, если бы у вас стоял выбор из этих трех смартфонов, я надеюсь, что мы в этом ролике вам немножко с этим помогли. С ценами на данный смартфон вы можете ознакомиться по ссылкам в описании на сайте 5element.by. Кстати, доставляем в любую точку Республики Беларусь. У нас с вами был Денис, 5element, до новых встреч, пока.